Приветствую вас! Знаете, аноним, вот в вашем последнем слове, которое вы пишете, да, где вы пишете спасибо, вот, есть в этом последнем слове что-то такое, знаете, обязывающее, я бы так это назвал. То есть вы как будто обязываете людей делать что-то для вас. И в данном случае спасибо означает, что человек стопроцентно сделает то, что вы хотите. Вот. Именно поэтому меня всегда настораживает, когда люди говорят спасибо. Хотя, например, я, допустим, ну я говорю про себя, да, я, например, еще ничего не сделал. Люди уже говорят спасибо. То есть они задают вопрос какой-то, или озвучивают просьбу какую-то. И говорят спасибо. Вот. Ну это вот несколько, на мой взгляд, несколько это поспешно. И поспешность, она конечно же имеет под собой основания. То есть это власть. Вот. А ключевой аспект, да, поспешности, это власть. Это вот стремление к тому, чтобы было все так, как хотите вы. То есть стремление к безопасности. Вот. Это первое. Дальше. Вы пишите. Я долго встречалась с мужчиной младше меня, который, по всей видимости, брака не хотел. Ммм. Очень важно понять, как вы общались с мужчиной. Ну вообще, как вы общались с мужчиной. Как вы с ним взаимодействовали. Как выстраивали отношения. Какие были транзакции у вас. Ну то есть элементы коммуникации. Как выстраивалась коммуникация. Потому что, понимаете, вот на западе, прежде чем, решать вопрос о том, допустим, создавать семью или нет. Люди приходят на анализ. Анализ вместимости. Вот. В этом нет ничего необычного. В этом нет ничего странного. Аммм. Аммм. Амм. Аммм. 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 Амм. Сколько-нибудь. Аммм. Негатива. Да. Вот. То есть нет никакой мистики, абсолютно, мистики вообще нет, никакой. Это просто профессиональный анализ компонентов личности, чтобы понять, можете ли вы создать полноценный союз, брак или нет. Подходите вы или нет друг другу, на основании анализа компонентов личности. Давайте, смотрите, какое у меня сложилось впечатление по поводу первого мужчины. Вы на него давите, вы общаетесь с ним как родитель, и вы требуете чего-то от него. Вот вы пишете, значит, я долго встречалась с мужчиной младше меня. Но понимаете, какая история, если вы долго встречались с ним, значит, наверное, вы его любите, любили. И если вы его любили, то вам как бы все равно, замужем вы замужем или нет. Вам важно быть с ним вместе, и вам важно делать его счастливым. То есть, отдавать ему, грубо говоря, то, чего у вас в избытке. Либо отдавать, либо нет. Здесь же у меня впечатление, что вы просто в определенный момент отношения решаете, что все, пора. Ну, пора замуж, например. С чего пора? Почему пора? А почему, почему именно вы решаете, что пора? То есть, тут, как бы, вот, противоречие есть, да? С одной стороны, вы, вроде бы, как замуж-то и хотите, хотите, чтобы вам сделали предложение, хотите, чтобы, ну, чтобы все было, все было красиво, вот. Вот, но, с другой стороны, вы же, давите на мужчину, как бы, правильно, да? Вы же на него давите, с другой стороны. Вы же, с другой стороны, как бы, хотите, чтобы он дал вам то, что вам нужно, вот. И поэтому это противоречие. Дальше. Ничего конкретного он долгое время не предлагал. Говорил про какое-то серьезное будущее без конкретики. Ну, мол, что будет одна. Но я долго терпела. А что терпели? Вот, понимаете, что терпели? То есть, понимаете, так обычно и бывает. Когда люди терпят что-то, у них потом начинается взрыв. То есть, ну, происходит взрыв. То есть, понимаете, в отношениях не нужно ничего терпеть. Вы в отношениях, либо наслаждаетесь каждым, вот, не побоюсь этого слова, да, с каждым проведенным моментом, либо, либо вы не наслаждаетесь каждым проведенным моментом. Либо вы в отношениях стремитесь сделать человека счастливым, либо вы не стремитесь этого сделать. Понимаете? То есть, либо все ваши усилия нацелены на то, чтобы дать человеку то, что вам хочется, то, что у вас есть, то, что у вас есть в избытке. Вот, либо, либо нет. И в вашем случае, поскольку вы терпели, то есть, ну, вот, был элемент, да, того, что вы терпели, я предполагаю, что вы не могли наслаждаться времяпровождением с человеком. Вы можете сказать, Андрей, ну, мы, допустим, встречались с ним пять лет. Как бы, пора уже брак, да, то есть, ну, сколько можно отношений отразить. Я скажу, да, да, если вы встречаетесь пять лет и видите, что человек, как бы, ну, никуда не двигается, ничего не происходит, именно с человеком, да, ничего не происходит, то, соответственно, вы просто отдаляетесь от него, потому что понимаете, что он не готов, но вы начинаете давить, а давление, как раз-таки давление, связанное с чем? С безопасностью. Потому что давление, это проявление власти, а власть, это стремление к безопасности. Вот. Вот начала давить. Зачем? Почему? Как это укладывается в тот, что это ваш любимый человек, которого вы любите? Додавила до того, что мне сделал выносенное предложение. Ну и как? И хорошо, как вам от этого? От того, что вы его додавили? но, наверное, нет. Но, тем не менее, тем не менее, за давлением, да, за вот, ну, за попредностью, ну, за попредностью в том, чтобы давить, стоит желание, стоит желание, и это желание ваше, то есть вы сами чего-то хотели, вам для чего-то было замужество, причем вы, вы видели, видели, что человек не хотел, да, вы видели, что человек не хочет, но все равно продолжали на него давить, а это значит, что вам это для чего-то было нужно, вот. И вся история, вся история заключается в том, для чего вам это было нужно, зачем вам это было нужно, чтобы что, что вы, там, готовы были даже, вот, ну, давить, давить на человека, да, то есть, ну, принуждать его, да, к тому, чтобы он, вот, взял вас в зону, поэтому, но ведь есть же за этим, за этим есть же какие-то потребности, правильно, есть, какие потребности, понимаете, какая мотивация, мотивация, об этом расскажу чуть позже. Рассоваться он не хотел, потому что, потому что на тот момент ему было удобно со мной, поэтому на ультиматуме или расстанемся для детей, или сделаем предложение на этот заказ. И вы считаете, что это нормально? Вот, со своей стороны, с точки зрения, вот, субъективно, да, не беря в расчет молодого человека, вы считаете, что отношение выстраивать, выстраивать в такой позиции, что это нормально, по отношению к другому человеку, что это контроль? Ну, наверное, нет. А какие желания за этим ставить? Чего вы хотели? Почему дошли до ультиматума? Что вы терпели? Почему вообще терпели? Почему не выразили-то сразу, как только появилось это чувство, почему его не выразили-то? А что за этим чувством ставить? Да. Дальше начал тянуть за свадьбой, всячески отодвигаться на менты, придумывать маски, почему мы не можем пожениться. Ну, это вот, от лишения контроля. Начались крупные ссоры, вот опять. Что значит начались крупные ссоры? Я начала ссориться. Я начала ссориться. Личные ответственности на менты. Да? Так, ну я их за свадьбой додавила. Ну и... Как это вы точно выходите? Опять же, заметьте, что отношения, отношения у вас с мужчинами, да, с мужчинами, выстраиваются по принципу родителей-ребенок. То есть, вы родители выдавите, требуете что-то, критикуете, принуждаете. А мужчина как бы отвечает? Это означает, что вы родители, вы не воспринимаете мужчину как равного себе. Соответственно, вы выбираете тех мужчин, которые склонны подчиняться, то есть слабых, которые видят вину, которым нужен родительность на мама в отношениях, либо те, кому просто нравится такой тип отношений. Ну, вот такой тип, тип просто. В общем, расстались мы передалдарем, потому что начались уже такие разговоры, что брак это тюрьма, а в люди не дают ему самому к этому прийти. И это правда. То есть, вы пишете, что с этим персонажем мы разошлись, с персонажем, обесценивая его, это тоже показатель. Он прав. Так отношения не строят, через контроль и подавление. Либо строят, но берите уже ответственность тогда за это. То есть, хотите подавлять – подавляйте. Хотите требовать – требуйте. Хотите ставить ультиматум ставьте, хотите проявлять власть – пожалуйста. Но за этим есть ответственность. У этого есть цена. И цена – это пассивность мужчины, это знание дать наперёд. Но если нет, если не хотите, то разберитесь либо сами, либо с помощью психолога, что стоит за этими действиями. Может быть представление о мужчинах в целом. Может быть отсутствие адекватной модели поведения женщины, ну, женской модели поведения. А, то есть, какая вы женщина там, и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, какой-то страх. Может быть, что-то ищу. Понимаете? Потом я была одна долгое время, никого не хотел. Далее я стала ходить на свидания и перебирать мужчин. Вот опять же аноним. Опять. Сразу две тонкости. Ходить на свидания означает видеть мужчин только как мужчины, не видеть в них личностей. То есть отсутствие вот этого базового фундамента для отношений, да. То есть сразу пошли на свидания, познакомились, сразу пошли на свидания. Вот. Это чисто гендерный акцент в отношениях. И он, ну, мало прочен для адекватных и серьезных отношений. Это первое. Второе. Перебирать мужчин. Знаете, мужчины не игрушки. Знаете, их как бы, ну, не перебирают. Знаете, мужчин не перебирают. С мужчинами общаются, так сказать, люди. Общаются, узнают друг друга, взаимодействуют. Вознимаются, ну, какой-то деятельностью общей. Понимаете? Вот. Как бы, это вот так работает. На самом-то деле. То есть это не работает по-другому. Так, так вот, как, как, вы, например, это видите. Понятно? То есть это тоже момент. Для чего вы ходили на свидание? Зачем вы ходили на свидание? Почему именно такой способ вы выбрали? Взаимодействие с мужчинами и, соответственно, знакомство с ними. Дальше. Год назад я встретил его, у нас все хорошо, но мне очень хочется переходить на новый уровень. Опять же. Вот опять же. У нас все хорошо, но вам хочется переходить на новый уровень. А зачем, если вы любите человека? Понимаете, если вы человека любите и принимаете его таким, какой он есть, и вам хочется делать его счастливым, что вы будете еще раз повторять. Давай просто наслаждаться тем, что есть у вас. Наслаждаться тем, что вы можете сделать его счастливым. И все. Никаких уровней отношений нет. Никаких этапов отношений нет. Если отношения искренние, если отношения чистые, если отношения основаны только на здоровых чувствах, то вы просто наслаждаетесь тем, что есть. Если вам чего-то хочется, вы можете сказать об этом, намекнуть. Знаете, вот я как бы, ну, мечтаю о семье, да, я мечтаю, там, ну, просто хотел бы с семьей, там, и так далее. Если мужчина не реагирует на это, ну, можно ли, да, там, не подумал, там, упустил из вида, бывает. Вы намекнули, он не услышал. Вы отдаляетесь от него. Потому что вы понимаете, что с ним вам, как бы, не построить того, что вы хотите. Отдалиться нужно от человека. Понимаете? То есть сказать, ну, там, извини, там, я сегодня занято. Или, там, общаться, ну, и холодно. Или грустить. Или что-то ещё. Но выражает свои чувства. Не, не обвиняя его, да? Не обвиняя его. А именно, вот, выражает свои чувства. Если это то, чего вы действительно хотите. Вот. И опять же, мужчина либо поймёт, что вам нужно, и проявит инициативу, либо нет. И тогда вы просто уйдёте от этого человека, потому что понимаете, что он ваши цели не разделяет. Это нормально. Решать, что дороже любовь или перспектива, уже вам. Это ваш выбор. Понятно? Дальше. Я уже не в том возрасте, чтобы прогулка под луной и всё на этом. Ну, а мужчина в этом возрасте, например. И он вам этим понравился. А что плохого в том, чтобы быть в подростковом возрасте, например. Сейчас я там дальше поясню, вы поймёте. Я уже хочу создать семью с любимым человеком, дом, детей и так далее. Зачем? Зачем это всё? Зачем вам это всё анонимно? Что для вас это значит? Знаете, вы можете это создать, если будет возможно. А если нет таких отношений, вы этого не создадите. Нельзя этого хотеть. Нельзя хотеть семью с любимым человеком, потому что волей-неволей вы это идеализируете и наделяете своим определённым смыслом, под который будете стараться потом подогнать всех. И мужа будущего, и детей, и так далее. Нельзя хотеть детей, потому что это тоже работает как собирательный образ. Вы представляете детей, представляете идеальную картину, а после пытаетесь подогнать под неё реальных живых людей. Это так не работает. Даже если ваш возраст для того, чтобы родить детей, уходит, как вы говорите, ничего страшного. Если вы выстроите здоровые отношения в естественной форме, то можно всегда ребёнка усыновить. Можно всегда воспользоваться услугами суррогатной матрией. Да что угодно можно сделать. Но проблема в том, что для вас семья, дом и дети являются чем-то важным именно для вас. А поскольку семья, дом и дети не могут являться самоцелью, не могут быть самоцелью, то вы хотите чего-то другого. И дело здесь не в том, что ваше женское время уходит, а дело в том, каким значением вы наделяете семью, детей и ребёнка. И поверьте мне, значение здесь совсем не в том, что вы хотите стать мамой. Если бы хотели стать мамой, уже стали бы. Даже без семьи. Если после расставания с первым я не парил с одному, то сейчас меня начало это парить. Ну как вам сказать. Я конечно допускаю, что это такая игра слов небольшая. И допускаю, что вы имеете в виду, понимаю, что вы имеете в виду. Но я бы не согласился с вами в том, что вы не парились с одному. Вы давили своего молодого человека, вы давили предложение, вы выдавили предложение, вы выдавили свадьбу. Это уже означает то, что вы парились с одному. Да, может быть после расставания с ним вы перестали об этом думать. Но хотеть вы этого хотели. Так что здесь вы себя обманываете. Прошло уже много лет, а я все в каких-то подростковых отношениях. Ну во-первых, в этом ничего плохого нет. Это во-первых. Во-вторых. Создаются от того, как вы преподносите себя мужчинам. Как они вас видят. Видят ли они вас слабую женщину, которую нужно защищать. Или напротив, видят вас сильного, силеустремленного человека. Готовы ли вы быть слабой женщиной? Готовы ли вы передать мужчине ответственность за определенные решения, а самой согласиться этим решением следовать? Ведь если вы хотите, чтобы все было так, как, ну, чтобы мужчина там что-то сделал для вас, то вам нужно быть слабой. Умеете ли вы быть слабой? Можете ли вы быть слабой? На мой взгляд, нет. Сожительство я не приемлю, не приемлю. Опять же, стереотип. Стереотип. Людям иногда нужно пожить немножко вместе, чтобы понять, можно или нет. И то, что вы не приемлете, либо это стереотип, либо запрет, либо принцип, который вам абсолютно вредит. Еще раз, в сожительстве нет ничего плохого, если оно небольшое, непродолжительное по времени. Ну и людям, посмотрите, и пообтереться особенно, если это взрослые люди, которым за 30. понимаете, это негибкие люди, которые могут вот хоп-хоп в мгновение ока, да, и все. Сейчас мы на той территории, хоп, и мы живем уже вместе. А это значит, что вы в купе со своим родительским поведением, в купе с давлением, то есть с манипуляцией, в купе с этим принципом, создаете условия для того, чтобы не выйти замуж. То есть это означает, что вы боитесь близости с мужчиной, боитесь замужества, несмотря на то, что именно этого замужества и хотите. И поэтому создаете условия, заведомо невыполнимые для того, чтобы достичь своей цели. В психологии это называется негативным жизненным сценарием или антисценарием. Дальше. Так, у меня нет цели замуж ради замужества. Нет, я так полагаю. У меня есть цель замуж за любимого человека. Это одно и то же. Это одно и то же. Если человек любимый, вам все равно, в каком вы качестве с ним находитесь. Если это именно любовь. Если именно желание делать счастливым человеком. Если вы хотите замужества, то я вам все говорю, что вы можете сделать. Но это целью не является. Не может являться целью замужества. После первого неудачного опыта я боюсь повторений. Я бы сказал, что вы действительно повторяете эту ситуацию. Но это связано с вашими сценарными паттернами, а не с чем-то еще. Как лучше поступить? Опять заводить разговор про свадьбу самой, если мужчина молчит. Нет, я сказал, как сделать, пока он сам созреет. Я сказал, что нужно сделать, да? А вдруг не созреет? А вот это страх. Вы боитесь. Чего боитесь? С этим нужно работать. А если даже заведутся разговор сама, он скажет, да, повенимся, так все говорят, но не так же. Чувствуете? Чувствуете, как вам нужна, нужно это все. Это ваша ответственность. Это ваша проблема, что вам это нужно. Это ваше желание, которое вам нужно самостоятельно удовлетворить. И поверьте, это не семья, это не замыльство, это не дети и не дом. Это что-то другое. Одна из базовых потребностей по маслу. Поймите правильно. После первого жениха, которого я на все само подталкиваю и знала, где дата наберет, мне вы хотелось подписывать себя женщиной в отношениях. Понимаю. А что вы готовы для этого сделать? Что вы готовы сделать для этого? Готовы ли вы свое поведение изменить? Лучший вопрос. Так, значит, чтобы предложение было приятным, а не выпрошенным. Что делать? Ну, в принципе, я вам сказал, что делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! Поехали! Поехали!